Литература и искусство слова – важнейшая составляющая культуры всякого народа. Создают её писатели, а время уже определяет, какой части созданного веками продолжать воздействовать на умы и сердца, а какой – уйти в небытие. Ногайская литература – явление широкое и многогранное, но Валерий Сипирович Казаков именно та фигура, которая её олицетворяет. Выпускник Московского литературного института, прозаик, директор Ногайского драматического театра, председатель Ногайской культурной автономии России, кавалер Ордена за заслуги перед Карачаево-Черкесской республикой. В этом году ему исполняется 75 лет, больше половины из которых он пожертвовал на сохранение и популяризацию родного языка. Сегодня ему говорить не пришлось. Ему и о нём говорили благодарные читатели, друзья, его семья, дети и внуки. Мой дедушка очень мягкий, добрый человек, несмотря на то, что он обладает такой окутывающей, отеческой, покровительственной энергетикой и в его поле очень много людей, для которых он является наставником. Но для нас он остаётся самым близким, добрым, любящим дедушкой, другом, человеком, который привил нам всем любовь к литературе, к искусству и вообще пониманию творчества. Шахмалек – молодая писательница и начинающая актриса, живёт в Турции. Однако в юбилей любимого дедушки, ставшего для неё помимо отеческого образца эталоном мужчины, любящего и заботливого главы семейства, ещё и одним из любимых читателей, чьё творчество и посыл ей понятны и близки. Она не могла остаться безучастной и прилетела лично поздравить его. Ведь расстояние, когда хочется, вовсе не преграда. «Конечно, не преграда, поскольку я практически с самого раннего детства выросла в доме своего дедушки. И я считаю, что это очень даже не такой уж большой жест с моей стороны, что я прилетела специально, чтобы его поздравить». Литература и искусство – важнейшее наследие нации. Их нужно знать, помнить, беречь и передавать из поколения к поколению. Недели, посвящённые национальной литературе пяти регионообразующих народов республики, проводятся сотрудниками Национальной библиотеки ежегодно. На них приглашаются самые яркие представители этих народов, обсуждаются достижения и намечаются новые цели. А главное – отдаётся дань уважения тем, кто внёс особый вклад в сохранение культуры народа. «Хотя бы отметить для нас, для подрастающего поколения, отношу себя к этому поколению. Вы являетесь примером для нас, нашим учителем. Спасибо, что вы никогда не отказываете нам в помощи, в советах. Мы можем обращаться к вам». Одной из основных проблем малых народов считается сохранение национальной культуры, традиций и языка. И чтобы сохранить полученное от предков наследие, обогащая и дополняя творчеством уже нового поколения, работники государственного библиотеки имени Халимат Байрамуковой готовы сделать всё, что в их силах. «Сегодня мы открыли декаду литературы народов, нагайского народа. Это идёт у нас ежегодное мероприятие. И сегодня мероприятие мы посетили именно Валерия Сипервича Казакова и его юбилею 75-летию. Я желаю в этот день, конечно же, здоровья. Ему здоровье нужно. Нужно для того, чтобы много ещё написал он в области литературы, искусства. Желаю я ему крепкого здоровья, счастья в жизни, семейного счастья». Родной язык – это средство сохранения и трансляции культуры, истории, традиций, народа и преемственности поколений. И только тот способен противостоять наступающей бездуховности современного мира, кто обогатил себя исконными нравственными ценностями своего народа. Алина Гидеева, Хаджи Байрамуков, Мурат Кемрюгов, Архыс, 24.